Деньги – это серьезно. Они требуют внимания, они требуют дисциплины, они требуют серьезного к себе отношения. Если мы говорим про бизнес, это серьезно. И это, ну, внимание на маркетинг – это наш документ, это наш закон. Мы про лидерство говорим с вами, значит, изучение маркетинга входит в нашу деятельность. Для чего? Для того, чтобы нашим людям вот соломку эту подстелить, для того, чтобы нам им разъяснить, для того, чтобы подсказать вовремя. Тебе вот так выгодно сделать акцент на это, внимание на правиль человека, и вот после этого пусть он решает. После этого пусть он решает, делать ему так или нет, но мы заботимся, показываем, как выгодно. Иначе получится так, вы сказали, но внимания не направили, человек не понял серьезности дела, подписывает, думает, что все в порядке, а через некоторое время оказывается, что людей-то у него нет. Призываю к серьезности, что касается денег. И если даже вам кажется, что, ну, не присутствующим, а в принципе кажется человек, ну, мне это неинтересно, я пользуюсь продукцией, то к тебе может прийти человек, которому интересно зарабатывать деньги. И упускать, ну, это просто, ну, обидно. Все время я вам привожу пример Олега Нешегородцева, да, и когда, вот, он мне всегда говорил, Ир, ты можешь маркетинг не знать для себя, ну, показать выгоду человеку надо. Задача забота, а забота заключается в том, чтобы показать выгоды, как мы будем их знать, читать с карандашом маркетинга. Это понятно. Не надеяться, что вам кто-то подскажет, не надеяться, ну, мы все взрослые люди, правда ведь, мы можем разобраться. И если уже появляются вопросы, непонятно, вот тогда любой для этого собирается по средам, для того, чтобы вы всегда могли задать вопросы по бизнесу. И в первую очередь мы приглашаем к нам людей на ценности, думайтесь, пожалуйста, которые с деньгами не связаны. И это наше большое благо. Приглашаете людей в бизнес НСП на ценности, которые с деньгами не связаны. И тогда у человека не будет разочарования, и он как следствие, как бонус получает еще и деньги. И тогда ты говоришь, господи, за это еще платят деньги, понимаете о чем? Это совершенно другие деньги, потому что нельзя купить ценности, ну, самое важное, самое главное, их нельзя купить. И мы это имеем на самом деле, да, то есть, ну, это то же самое, я где-то денег либо заработала тяжелым трудом, и купила бы вот этот уровень качества жизни, или вот этот уровень здоровья. Я бы смогла бы заработать на такой уровень жизни где-то на стороне денег, скажите, пожалуйста. Да я бы там угробилась бы, понимаете? Я бы там угробилась бы, и что? А здесь мы получаем, мы эти ценности имеем, которые купить невозможно, и это ценится намного круче. И если мы наши презентации, нашу историю будем таким образом строить, то люди будут к нам приходить на эти ценности, и как следствие получать деньги. И я говорю, что NSP в этом отношении просто преимущество огромное. Такие компании, ну, мало очень, которые дают такие возможности. И представляете, если мы, например, одно и то же, ну, про деньги, например, возьмем, то здесь можно зарабатывать. И мы, например, эту идею транслируем и толдычим, извините, всем подряд, уже сами, может быть, в это не верят. Будет толк какой-то? Ну, вряд ли, да? А если мы будем говорить, что вот вы сегодня собрались здесь опять туда, у нас много, чем пришли сюда? Нас тянет общаться друг с другом, нас тянет, да, сейчас, Наташенька, нас тянет поехать куда-то, потому что это другая жизнь, это другое общение. Ты напитаешься так, что потом тебя прет, да? Сейчас вот мы в Минск поедем, и девочки скажут, странно, чем больше мы отдыхаем, тем больше к нам притяжения. Закон притяжения начинает работать, и люди к нам приходят. На это, на состояние наше. Считаю, маркетинг НСП очень справедливым, очень правильно построенным, когда ты понимаешь, что ты однажды, сделав работу, не потеряешь, потому что для того, чтобы не потерять, у тебя минимальные требования. К чему я вас призываю, да? Где внимание, там энергия, где энергия, там деньги и все остальное. Поэтому для вас есть вот такие простые таблички, чего проще, друзья мои. Давайте будем вместе сейчас читать. Правила квалификации на ранг лидера. Первый способ. 30 баллов личных, ну, более 30. Групповой объем 500, да? От 500. И накопление 6 тысяч баллов. А дальше написано. Групповой объем, согласно правилу, одной составляющей более 150 баллов. Что это значит? Например, у вас есть один человек сильный, и все, и больше никого нет. И вот этот человек сделал в месяце квалификации, то есть когда у вас накопилось 6 тысяч баллов, сделал 470 баллов, а вы сделали 30. Ну, вроде же 30 вам надо. Так вот, лидером вы не станете. Потому что по правилу одной составляющей, кроме вот этого одного сильного человека, у вас должна быть группа, либо вы лично на 150 берете, либо групповой объем, кроме этого. Кроме этого. Потому что одна составляющая, это значит, кто-то один сильный. Вот у вас одна звезда появилась, и пока это только одна звезда. И у вас больше пока никого нет, предположим. Будьте внимательны, пожалуйста, потому что вот это важно. И вот правила одной составляющей у нас есть на всех рангах, начиная с лидера. Это понятно? Почему нужно знать маркетинг? Потому что объяснять. Вот я Ирине это дело говорила, она немножко улетела в сторону, да, то есть, ну, опять же, не сфокусировала. Моя вина, что я вот, ну, я думала, что понятно, но я так-то настойчиво это внимание не сфокусировала. Я говорила, тебе нужно хотя бы одного, двоих, давай посмотрим. То есть, мы должны показывать вот эти моменты, чтобы человек не потерял. Хорошо? Вот такой у нас опыт есть. Ирочка молодец, она прямо боец. И я горжусь вообще Ириной, потому что то, что она сделала, это просто круто. Да, она стала лидером ассистента. А Наташа вернулась, да, ту, которую она потеряла, и еще выросла еще лидером. То есть, это круто очень. Но вот такие вот моменты могут быть. Итак, поняли, что я провела одной составляющей? У нас есть, предположим, сильный человек один, и тогда вам нужно внимание на остальную группу, чтобы еще найти одного, двоих, троих, неприятно сильных. Они могут быть не сильные, да, но групповой объем у вас должен быть. Или еще один, два, три лидера. Теперь давайте откроем даже вот мой рак. Ну, чтобы вы на примере помнили. Директор-консультант. По правилу одной составляющей, я должна иметь групповой объем, кроме структуры Алексея, минимальный 18 тысяч баллов для того, чтобы это поддерживать, чтобы ранг соблюдался. Но другое дело, слава богу, у меня 70, все 70, да, я могу жить спокойно. Но если бы было 17, то я бы не выполнила условия по квалификации, ну и была бы так оцелена, да, получала бы как директор, например, ассистент, да. Насколько я выполняю, столько денег я и получаю. То есть ранг у нас никуда не девается, погоны у нас никуда не снимаются, но оценивают наш труд на тот ранг, который мы закрываем. Так что можно выйти директором, но получать как лидер, ну так, образно, если мы не соблюдаем вот эти вот условия. Но у нас никто не отнимает право, потому что как только мы выполняем, мы начинаем получать. То есть задача наша просто понимать, смотрите, стратегически мыслить. Вот есть вот этот вот документ, и мы когда его открываем, мы смотрим, чего мы хотим, каких денег мы хотим. И если мы хотим от 3 тысяч долларов получать стабильный, ежемесячный, минимальный доход, значит мы должны рассматривать ранг директора и понимать, а что я должна сделать для ранга директора. Все, понимаете? То есть это же очень просто. Я понимаю, что для директора мне нужно вырастить 7 лидеров, при этом лидеры могут быть и на 500 баллов, и лидер может быть директором даже подо мной. Все равно вот эти 7 разных лидеров дают мне возможность закрыть этот тракт. Но если получается одна звезда, то значит всеми остальными 6 лидерами, по правилу одной составляющей у директора должен быть, вот я хочу, призываю вас, да, директор, ассистент, по правилу одной составляющей у вас 30 тысяч баллов всего минимум, в 7 поколениях, да, и боковушка, то есть вот по правилу одной составляющей 9 тысяч баллов. То есть 6 лидеров делают вместе с моей группой 9 тысяч минимум, а в целом по правилу по 7 поколениях всей структурой я должна делать не менее 30. Вот это понятно? Как только вы видите, что у вас появилась звезда, вы начинаете за ней радоваться, помогать, но фокус внимания на других людей, чтобы еще находить людей активных, понимаете? Либо много потребителей, из которых все равно тоже вырастут лидеры. То есть вам нужно обращать внимание на боковой. Директор – это 30 тысяч баллов групп в 7 поколениях, и 7 лидеров, да, это условия для того, чтобы стать директором. То есть у тебя в первой линии должно быть 7 лидеров, и групповой объем более 30 тысяч. Это понятно, да? Да. А правило одной составляющей имеется в виду, что если вдруг у тебя один лидер сильный, и он делает основной объем, то вот кроме него, вот ты, например, берешь, например, у тебя 30 тысяч, у тебя вот этот вот лидер основной, он двадцатку делает, то вот остальными всеми людьми тогда 10 тысяч ты должна закрывать. Поняла. По опыту. Очень редко бывает, что прямо ровненько, так, знаете, вот прямо у тебя ровненько, по две тысячи там лидеры, либо пять там, да, росли. Обычно, ну, если вы правильно все делаете, если вы не боитесь сильных людей, то у вас все равно звезда придет, понимаете? Если вы готовы принять человека сильнее себя, если вы вот прямо, знаете, свои амбиции немножко так притушите и будете обращать внимание на сильных людей, придет к вам сильный человек. Не через год, так через пять. И вообще не важно. Вот вы настроитесь на то, что, ну, это будет обязательно. Ну, вот, знаете, такое доверие к жизни. Включите, скажите, ну, я же знаю, что будет, да? И дальше просто открыть двери. И в NSP, ну, чудесно, что можно не бояться, когда к тебе придет сильный человек, потому что есть маркетинги, где просто страшно, что он уйдет к вышестоящему и тому подобное. Просто нужно уметь нарабатывать группу, групповой объем, чтобы у вас групповой объем был всегда большой. Вот не ставьте себе задачу, как сделать пятьсот, не дай бог, да, или как выполнить, сделать тысячу. Ставьте задачу, как прирастить групповой объем, чтобы каждый месяц был прирост. У вас, по идее, должен быть план с приростом. Это может быть таблица Excel, это может быть график, как я делала, да? Сначала бизнес делаете на бумаге. Вы сначала планируете, как вы хотите. И ваш бизнес, стратегия, должна быть на бумаге расписана. Это может быть, вот я делала таблички, например, ежемесячно десятипроцентный прирост и смотрела, что мне будет через год. Я делала прирост, там, 20% ежемесячно, смотрела, что будет через рост, через год. То есть, мы же управляем этим. Мозгу все равно, какую задачу решать. Удержать вас пятьсот баллов, чтобы не провалиться, или делать прирост ежемесячно. мозгу все равно, какую задачу это решить. Вот что вы ему скажете делать, то он будет и делать. Вот это просто поймите, просто простую вещь. Это мы решаем задачи. И если вы загрузите свой мозг, что мне нужно решить задачу, такую, к концу года выйти на товарооборот 20 тысяч и поехать в Америку. Потому что в 25-м, в 24-й год промоушен, я размещу его сегодня в лидерском мастерманде, лидеры, менеджеры могут поехать в Америку. Вот кто мечтал, можно не директором закрыться, а лидером и менеджером закрыться в 24-м году и поехать в Америку по промоушену. Я размещу эти условия. Пожалуйста, рассмотрите этот вариант, выстроите стратегию сначала на бумагу, вы понимаете, какой вам прирост нужен, что для этого надо, а дальше много действий, но уже направленных на человека. То есть мы сначала все это видим, мы это потрогали, понимаем, что надо сделать, расписали все, планы, стратегии расписали, а дальше много действий. И уже действия направлены на то, чтобы понять, как можно человеку помочь в решении его задачи, не наши, наши задачи расписаны. Кому-то нужно окружение поддерживающее, сейчас большинству людей нужно просто поддерживающее окружение. Кому-то нужно здоровье, кому-то нужно саморазвитие, понять, о чем я, самореализация. Вчера у нас была встреча замечательная с девочкой, понимаете, ей просто, вот представьте, как может быть, вот сейчас я вам скажу такую вещь. У человека был запрос, она Бога просила, понимаете, деятельность, она говорит, я не представляла, с чем это может быть связано, но я хотела вот этого, 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 этого. И она увидела все здесь. И если мы будем транслировать с такой стороны нашу деятельность, ну с разных сторон, что вы здесь почувствовали, что вы здесь имеете, что вы здесь хотите иметь, то есть через наши истории, да, мы вернемся с самого начала, то кто-то из людей отзовется на это. А дальше вы будете кайфовать, потому что человек будет менять свою жизнь и вы вместе с ним будете получать удовольствие от самого процесса. Но сначала мы про бизнес, да, мы выстраиваем все на бумаге, строим планы, не фантазируем, написали и ничего не делаем, а в нормальном, хорошем, в нужном состоянии, с которым мы работаем в пятницу, мы делаем легко это дело и к нам начинают притягиваться и вот эти планы начинают осуществляться. Это про наш бизнес. Как-то надо научиться доводить людей до результата? Первое, может быть, да, может быть просто не тот контингент, то есть может быть вы работаете с людьми, которые правда не могут себе это позволить. И это может быть. Дальше может быть просто недостаточное количество людей, потому что есть такая штука как статистика, да, один из десяти только вас может услышать. просто дайте себе вот этот допуск, допустите эту историю, что вам просто нужно, чтобы большее количество людей к вам приходило. Вот и все. И тогда сработает чистая статистика. Не важно, как вы будете доносить информацию, умеете вы это либо не умеете, как вам кажется, да, а просто придет каждый десятый. Может быть у вас ну нет уверенности. Нет уверенности, вернее, как, вот вы знаете, как мы решаем за человеком, мы думаем внутри, что дорого ему или еще что-то. Если мы так думаем, опять же, допускаем своим мозгом, человек также будет думать. Вспомните себя в начале, сейчас, вам ведь недорого. Вы же понимаете, ценность продукта, понимаете. И дорого у человека это бывает чаще всего нет. По какой-то причине человек говорит нет себе, вам, не важно. Он просто говорит нет. И как такое оправдание, он может сказать дорого. Может быть научиться можно еще чему делать прививку. Что такое прививка? Это когда мы, вы уже понимаете, какие бывают у человека причины не купить что-то или не подписаться. Вы можете делать прививку до того, как человек вам это озвучит. Ну, например, многие думают, что НСП дорогой продукт. На самом деле, если сравнить с другими, конечно же нет, я вам помогу подобрать по вашим запросам, при этом вы можете купить, например, как программу целиком, которая будет стоить порядка 15 тысяч, так и один продукт, два продукта. Это будет зависеть от ваших финансовых возможностей и как быстро вы хотите получить результат. То есть мы даем человеку выбор. это давать человеку выбор, мне кажется, самый главный навык, которым мы должны научиться. Вот этот термин даже доводить до результата, это больше когда мы говорим про продажи, когда мы говорим про мастерство продажника. и часто людей, где надо продавать, их как раз на тренингах учат доводить до результата, продавать, закрывать сделку, так называемую. Я немножко не об этом. Я за то, чтобы человек своим шагом, своим мозгом, своим желанием доходил до этого. А наша задача просто вот так вы показываете, ну вы просто говорите открытые руки вот у вас лежит это богатство на руках открытых на ладошках посмотрите сюда лежит свобода красота здоровье молодость деньги путешествия вот оно лежит вот здесь и вы говорите хочешь человек посмотрел и говорит я не хочу хорошо все вы соглашаетесь с этим кто-то возьмет что-то из того что вы предложите но вот что вы предлагаете насколько у вас вот здесь для вас большая ценность то что вы предлагаете это считывается очень когда мы просто даем и говорим хочешь пожалуйста я тебе помогу подобрать если то есть все дело в намерении нашем и в нашем тоне в нашем посыле и человек считывает либо это забота либо это продажа и мы все время на таком балансируем и мастерство наше заключается в том когда мы не продаем продавать не продавая когда мы даем возможность он выбирает и это нарабатывается и это конечно получается не сразу и может быть да не в первый год и может даже не в второй но это щелкнет и вы словите вот это вот вот это состояние в котором по кайфу делать все но не приходит сразу если честно я даже не помню когда мне это пришло я не буду врать что я прям сначала мне вообще опыта не было я такие огороды городила я не знаю сколько мне понадобилось чтобы выйти на вот это состояние кайфа все время ну мне всегда нравилось то что я делала но то что вот так вот совсем вот легко ты как дышишь конечно оно не сразу сейчас когда уже сам получил результат когда сама уже почти два года в компании когда уже прочувствовала сама прям много какую продукцию и вот эти вот состояния легкости и стройности и изменения внутренние и ты смотришь на человека и видишь что ему нужно ну вот допустим попалась женщина одна которая сама психолог сама работает с людьми и проводит с ними различные практики но очень тучная не заботится о себе мало движения мало воды вот и конечно нужно общаться и по сути учить людей заботиться о себе она по одной стороне заботится развивает свои верхние чакры скажем так а нижние у нее у самой застои потому что у нее здоровья мы можем учить а можем рассказывать свою историю и даже не намекать что это про этого человека понимаете о чем речь если она психолог если она считает себя крутым экспертом а вы начинаете ее учить ей не понравится она закроется она более того она где-то найдет может в другом месте сама но к вам не пойдет но если вы начнете как например как таролог понимаете начинать историю свою как специалист чтобы с ней как-то приблизиться иметь что-то общее но при этом через свою историю рассказывать ну вот у меня было раньше так энергии не хватало люди с людьми общалась мало было обесточено и то было это а я вот стала сама себя восстанавливать да кроме того что энергия пошла так я еще людям сейчас больше помогаю потому что ну куда без физического здоровья никуда то есть вы не о ней говорите а о себе говорите я клиент так предположу говорить понимаете это разные вещи и она тогда со стороны смотрит на эту картинку она может даже не понять и не услышать что к ней относится но может ее может зацепить то что она может клиентам давать и получать деньги дополнительно может и это зацепит но одновременно она будет себя в порядок приводить потому что вы скажете ну понятно что здесь нужно хотя бы понимать про что может быть давайте если у вас есть запрос я вам помогу подобрать то есть у нее запрос должен быть не мы видим что ей надо это 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 а у человека должен быть запрос фразу запишите пожалуйста который я все время повторяю все время единственную фразу которую я задаю любому человеку который появляется в моем окружении любому я всегда спрашиваю что ты хочешь улучшить в своем состоянии уже вот сейчас быстро и это может быть совсем не связано с ее весом с тучностью это может быть совсем что-то другое и вы тогда будете знать что дать быстро чтобы человек сразу почувствовал у нас есть такие продукты которые срабатывают моментально вот был же разговор про серу дали если вы дозировки большие увеличиваем и уходят боли то есть басферию то есть мы можем в точку не хватает энергии пожалуйста пыльца коктейль соус всегда то что быстро работает а мы ведь умом можем подумать так у человека у человек тучные у него это значит ему надо программу очищения обязательно то есть мы заморачиваемся сами заморачиваем людей пусть сам скажет что ему надо если мы задаем этот вопрос что ты хочешь улучшить в своем состоянии же сейчас во-первых додумается может он вообще не понимал что ему надо может не знает что ему надо он на это никогда не фокусировал свое внимание а тут понимает что ну да ну хотел бы побольше энергии обычно обычно говорят тогда творческий процесс и мы вместе с человеком начинаем творить его реальность но он должен сказать что ему не мы потому что мы конечно знаем я тоже знаю я встречаю вот я сразу с вами какой продукт надо ну и и что если бы говорила тебе надо вот это тебе представьте слово надо как оно действует у человека как только вы сказали надо все считайте что человека рядом с вами нет ветром сдуло потому что он знает что ему надо а не вы все грамотные все читают все интернетом пользуются и все думают что они все знают и мы должны и в этом дать подтверждение да молодец конечно все знают и через истории направлять внимание человека на нужная вещь от количества и вот от этой понимание что человек решается и он выбирает дать выбор вот это 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 вы просто стоите у прилавка вот он рассматривает все это понимаете а вы вот вам же не нравится когда вы приходите в магазин и даже не дают ничего посмотреть уже сразу с порога чем вам помочь что вы хотите хочется бежать с такой магазин правда мы иногда так и себе ведем пусть вот придет осмотрится потрогает посмотрит а вы наблюдаем приветливая пожалуйста смотри и конечно нужна помощь обращаясь иногда так можем сказать да либо давайте вам покажу варианты какие есть а чтобы вы хотели для чего вам это нужно задавать вопросы и давать выбор есть такое возражение девушка она была в сетевом бизнесе сейчас говорит я нам упошлось мне легче заработать она наставник для продвигает других людей продвижение делает как с этим возражением работать и самому поверить вот некоторые говорят что нужно быстро заработать деньги в сетевом чтобы вот это состояние было если я бы ответила конечно да если темы среди не нужны то все что естественно я про я продал и деньги про надежная по свободу если можно сказать ты просто можешь посмотреть как сейчас это все совместить не отвлекаясь от твоей деятельности совместить но потому что тебе придется так всю жизнь пахать а так ты можешь себе подушку безопасности такой выстроить что и потом отдел отойти же я уже как-то говорю да я с возражениями не работаю ну вот прямо дни и люблю дали работать с возражением человек возражает себе и человек значит чего-то недопонимают сетевом ну прям реально недопонимает в сетевом потому что ну какие быстрые деньги если про сетевой пирамиды да это мышление вызывает определенное состояние определенные действия и когда человек не смотрит в сторону этого сетевого хотя была группа успешная в другом бизнесе и потом это компания Росмамс то есть я про то что как поменять это мышление мы не можем мы не можем заставить человека мы не можем изменить его взгляды мы не можем ничего сделать с ним единственное что мы можем это сделать можем с собой то есть мы можем спросить лишний раз мы можем нанести как-то по-другому информацию а человек опять же возьмет или не возьмет мы с ним ничего вот вы только одно поймите мы с человеком сделать ничего не можем и не должны но вы говорили когда про цену что может быть вот у меня у самой такое мнение то есть как вы мыслите насчет денег сетевом то есть вы думаете как какое у вас мышление что сетевой сетевом можно заработать или как вы выслите я лично я лично мыслю так что сетевой это единственный иногда бывает вариант как стать успешным и богатым простому человеку я так мыслю потому что я не знаю еще других вариантов как можно это сделать просто нужно понять сколько тебе денег нужно понять что ты готов делать и ну и но и сделать профессионально мы же с вами учимся и тут же отрабатываем если вы заучимся с вами то ничего тоже не произойдет знание без опыта ноль а опыт это ошибки наши это да не получается сразу это будут какие-то там преподов можно бросить но ты ничего не добьешься любой успешный лидер сетевой компании любой компании он прошел через ошибки через падение через потерю денег ну например если взять меня да я там предыдущих компаниях потеряла деньги например но это мой опыт и он дал мне возможность в нсп достаточно быстро двигаться кто-то приходит в нсп нулевой вот как у нас лена да пришла как лида нулевые просто больше времени нужно для становления то есть все равно ты наработаешь этот опыт ты наработаешь его в других компаниях либо ты будешь здесь его нарабатывать но ты к успеху придешь медленнее чем ты бы пришел имея например багаж и опыт другой сетевой компании понимаете в чем разница но все равно это время ты все равно должен пройти этап становления этап достижения этого профессионализма если мы говорим про бизнес это профессионализм это умение общаться с людьми выявлять его потребности доносить информацию умение видеть умение строить вот эту стратегию действовать анализировать опять действовать опять строить планы опять действовать опять анализировать ничего другого и это очень просто это просто делаем 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 и как бывает обидно людям которые вот уходят например из сетевого в тот момент когда уже должно либо человек придет либо вот что-то там такое происходит щелкает да вот ты словил эту волну как дальше приходит и люди иногда не дожидаются вот этого момента когда все начинает получать если мы например в своем поле увидели несколько на наш взгляд перспективных людей мы уцепились за них и ждем когда они созреют и начнут что-то делать мы в этот момент сливаем энергию мы не занимаемся поиском новых ну и и что мы успускаем возможности лучше заниматься поиском новых нарабатывать профессионализм и эти люди возможно к вам придут может возможно нет спасибо продукт это маленькая 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 часть того что мы транслируем просто без продукта ну не будет бизнеса потому что все таки мы получаем деньги за продукт но продаем мы не продукт продаем мы идею продаем мы здоровье продаем мы вкус к жизни продаем мы наше сообщество нормальных людей в котором можно себя чувствовать человеком понимаете то есть мы продаем вот это все ценности не связанные с деньгами и бонусом человек получает деньги это очень круто трудно перейти от общения к продукту конкретно все индивидуально в зависимости что человек хочет если например он хочет просто общаться с вами такие что же люди будут его надо приглашать на какие-то мероприятия и пока может быть продукт не трогать спокойно и уверенно не решая за человека может он заплатить не может первое готов он не готов рассказать я обычно смотрите что можно еще хорошую фразу можете записать давайте с вами поступим так я вам пришлю варианты выберите который вам наиболее подходит и я вам покажу как выгодно купить этот продукт и можно еще вы будете иметь там хорошие цены накопительные бонус и мою поддержку да я всегда вас наиболее подходит то есть что человек он выбрать должен он понимает что вы с ним потому что когда вы говорите давайте с вами поступим так значит вы с ним вы не смотрите вы рядом с ним у этого прилавка вы не на другую сторону и дальше варианты только обязательно продукт нужно покупать в официальных сервисных центрах не надо покупать на площадках то есть вы делаете прививку потому что мы не знаем как там хранится вы не получите бонусов и вы не получите поддержки ну зачем вам это терять то есть вот сразу вот такие вот вещи оговариваете и все Ирина и после этого вы отключаетесь и вам не важно человек выберет что-то не выберет вы это сделали и отключаетесь ищите следующего человека созреет хорошо не созреет хорошо вас результат любой устраивает вот это состояние и будет транслировать вашу уверенность вы все уже имеете вы все знаете вы для себя решили человек решает не решает это вот прям на откуп ему сразу вот эту вот ниточку отрезайте все не ждите один ответит сразу через час а другой через месяц третий никогда не ответит не ждите этого ответа просто поймите что состояние это очень важно хорошо